Микс Ньюс Прослушайте промо программы Прямая Речь Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу Прямая Речь Слушайте по четвергам с 17 до 18 Да, добрый день, уважаемые радиослушатели Начинаем работу в прямом эфире И вот кто-то говорил о том, что у Латвии нет никакого ноу-хау Нет у нас своей Nokia, но оказывается есть у нас свой ноу-хау Ну, какое есть, такое есть А это именно игры со снижением акциза на крепкие алкогольные напитки Реагируя на соответствующее решение эстонских коллег Ну, латвийский СИМ в срочном порядке, в очень срочном порядке, буквально за один день Принял решение понизить акциз на крепкие алкогольные напитки И даже депутаты и Минфин, которые все это инициировали, даже не скрывали, что сделано это для того Чтобы не упал покупательский спрос на продаваемые в Латвии алкогольные напитки со стороны эстонских потребителей Потому что мы знаем, что были такие алкогольные туры, были, наверное, и есть Не только из Валги в Валку, но и вообще из Эстонии в Латвию Даже на латвийско-эстонской границе есть соответствующий большой Алку Так он называется, если мне память не изменяет, торговый центр Ну, вот кто-то обрадовался и сказал, что какие мы молодцы, как мы вовремя реагируем Чтобы фактически доходы бюджета не упали Но были люди, это не эксперты, не только медики Которые обратили внимание на то, что, к сожалению, мы конкурируем только таким вот образом И по существу, вот если мы думаем, что сопьются только эстонцы Мы очень ошиваемся, потому что акцизы относятся ко всем алкогольным напиткам В том числе и потребляемые латвийцами И не меньше, чем эстонцы, сопьются и латвийцы Специалист по борьбе, в том числе с алкогольной зависимостью Борис Фальков, сугистолог у нас сегодня в студии Добрый день Добрый день Ну, у нас не были, были эфиры, в которых вы ситуацию с алкоголизмом оценивали Ну, не столь драматически Говорили, что есть, так сказать, какая-то надежда на просветление Были такие вот очень депрессивные периоды и в Латвии Вы говорили, что да, действительно, народ продолжает спиваться Что сейчас можно сказать, действительно ли вот этот пониженный акциз Существенно как-то повлияет на потребляемое количество алкоголя латвийцами Абик, я помню наш эфир, когда акциз поднимали Мы тоже это дело обсуждали И тогда, наверное, самый сложный вопрос во всем этом деле стоял Кто будет следить за качеством То есть не будет ли качество продаваемого алкоголя Существенно снижаться в угоду добавленной стоимости продукта Сейчас ситуация, наверное, еще более для меня, скажем, непонятна То есть какой приоритет вообще мы ставим в этой схеме И, к сожалению, человек в этой схеме, оказывается, почти не учитывается То есть у нас учитываются только поступаемые деньги в бюджет Какая картина выверцовывается? На сегодняшний день у нас алкоголь С точки зрения покупательской способности Самый дешевый за всю историю алкоголя Если перевести Даже дешевле, чем в 90-е годы Значит, пожалуйста, можно взять в разрез Тут же идет на среднестатическую зарплату Уровень Вот мы можем посчитать, скажем, в 70-е, 80-е годы Средняя зарплата, скажем, в 70-е годах Была где-то порядка 120 рублей И водка тогда стоила порядка 3,60, 3,70 До 4 рублей До 4 рублей, да Скажем, в 80-е годы Такая пословица ходила Если водка будет 5, снова зимний будем брать Я помню, да Из детства, да Да В 80-е годы Начало 80-х Где-то 150 рублей Средняя зарплата Сигмирьма Латвии Там в разных республиках были разные зарплаты, конечно Ну, сейчас в Сигмирьма Латвии, да 150 150 И водка тогда была 4 с копейками, там 4,70 Дальше постепенно поднималась зарплата, постепенно поднималась стоимость Середина 80-х, 85-87-8-х года 5,70 При средней зарплате в 220 То есть такая статистика была именно на Латвию То есть количество, если приблизительно представить То есть количество бутылок, которые можно было купить То это порядка, ну, скажем, 40-50 бутылок на зарплату В месяц В месяц Так Сегодня у нас, как мы знаем, СГД говорит о том, что средняя зарплата выше 1000 евро То есть на руки где-то порядка 800 Да, 780-800 Ну, там приблизительно, да При этом специально смотрел стоимость водки То есть, пожалуйста, где-то порядка 5 евро можно купить пол-литра Ну, там плюс-минус, там, может быть, чуть больше Где-то со скидками продается чуть меньше Да, но мы сейчас про самую дорогую не говорим Да Можно найти в определенных магазинах и еще подороже, да, и за 20 То есть, если мы берем, скажем, 5 евро, то мы получаем, что мы можем купить сотни бутылок То есть, в принципе, это так мы и приближаемся к катастрофе, да? Да, фактически речь идет о том, что водка сейчас самая доступная по покупательской способности То есть, в принципе, не всегда ты можешь покушать за такие деньги, а вот выпить бутылку ты можешь, да? Скажем, если мы говорим о периоде, там, до, там, 40-го года Латвии, да? Да То там шло соотношение, то есть, алкоголь тогда очень дорогой, и можно было купить вообще всего несколько бутылок, ну, там, 3-5 бутылок водки То есть, она была очень мало доступная Сейчас вам, правда, могут кто-то возразить и сказать, что было там канжа, вот, самогоны Дело в том, что, если мы говорим о Латвии Да То в большей части латыши пьют пиво, которое, ну, пили, да? Пили, во время Первой республики Верно, то есть, которое варили сами Срок хранения пива от 3 до 5 дней, вопрос температуры Не варили каждый день, потому что нужно было работать То есть, фактически, Латвия почти не пила Вообще И если говорить о том, каким образом мы вошли в Одно из самых пьющих республик в СССР То есть, да, это программа спаивания населения, которую очень активно подхватил Сталин И очень активно ее продвигал И дальше за ним точно так же продвигали Все остальные Какие-то вещи пытался Горбачев менять, но стало только хуже Более того, страна, как мы помним, лишилась тогда нефти долларов И остались только алкогольные доллары Нет, просто в тот момент алкоголь тоже был под запретом И где-то 20% СССР получал за счет, ну, 20-25 на нефти Ну, то есть, правильно сказать, на углеводородах, да, то есть, нефть и газ И приблизительно эквивалент 20% получали за счет продажи алкоголя И вот в тот период были пустые полки в магазинах То есть, потому что не было денег физически Ни с чего было Тогда Горбачев отменил и опять стали более активно продавать И он был вынужден пойти опять на спаивание населения Но я почему об этом говорю? Потому что сегодняшнее правительство, то есть, с учетом сегодняшней идеи Латвия поддерживает модель Советского Союза по спаиванию населения То есть, по-другому это сказать никак нельзя Это совершенно классическая вещь Причем, с точки зрения доступности, мы давным-давно перешагнули этот рубеж И спаиваем население намного больше, нежели чем в СССР Даже так? Ну, вот мы только что посчитали по цифрам Я не уверен, что здесь вообще уместно понимание цели Я думаю, что это, скорее всего, недодумие власть имущих То есть, я думаю, что люди не задумываются над тем Каковы последствия подобных вещей То есть, что происходит с генофондом Что происходит с интеллектуальным аспектом Что происходит с личностными процессами развития в обществе То есть, к сожалению, это боюсь, что остается за скобками Хотя все понимают, что алкоголь это не витамины Многократно говорят, что да, нужно что-то делать Но при всем при этом у меня вызывает доля иронии То, что сейчас пишут на рекламах алкогольной продукции Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью Только чрезмерное? Да, по-настоящему я бы мог сказать, что то же самое Можно сказать о булочках с маком То есть, чрезмерное употребление булочек с маком Может повредить вашему здоровью, изменение обмена веществ Сахарный диабет при больших количествах Конечно То есть, фактически, ни о чем То есть, просто ни о чем Это как бы формальное исполнение закона Где люди даже не знают, что есть доза Смертельная доза при потреблении алкоголя И она известна более 300 лет как То есть, ввиду того, что спирт использовали как анестезиологическое средство Любой анестезиолог проходил в институте Что 8 граммов чистого спирта на килограмм массы тела Это смертельная доза Это даже на алкогольных бутылках не пишется Это не пишется, люди не знают И, скажем, молодые ребята, которые решают отпраздновать день рождения Или там Выпускной Выпускной, да Вот сезон выпускных Больницы полной реанимации Алкогольной интоксикации молодых ребят И это каждый год происходит Это ежегодно Да, конечно Это такая эпидемия Совершенно верно Да Давайте примем звонок Я вижу, что нам усиленно пытаюсь дозвониться радиослушатой Это правильно Добрый день Слушаем вас, пожалуйста Добрый день Я, к сожалению, поздно включился Не знаю имя господина, который несет глупости на вашей радиостанции И, соответственно, я его немножко поправлю, если можно Только что вернулся из Португалии В Португалии бутылка алкоголя крепостью 23-25 градусов Стоит евро 30-3 евро При их среднемесячной зарплате в 2-2,5 раза выше, чем в Латвии На алкоголь там не требуется никакая лицензия Ее можно продавать в открытую, прямо сидя на лавочке на улице Любое кафе может производить самогон и так далее Ваш гость говорит откровенную глупость еще потому, что у нас существует музей самогонки в Даугарпилсе Следует ему посетить и узнать, как пили в те времена Все статистические данные, данные господин приврал Спасибо большое, вот такая реплика Хотя мы сейчас не сравниваем с другими странами Да, просто наш радиослушатель не дослушал Или позже включил Да, конечно, мы не сравним другие страны Речь идет именно о Латвии И я не знаю в отношении статистических данных, которые доступны нашему радиослушателю Я пользуюсь теми данными, которые многократно давала статистика Как в СССР сбор статистик И на сегодняшний день всемирная организация здоровья Точно так же дает статистику То есть, если, конечно, у вас есть другая Я искренне рад Но пока что такая статистика мне недоступна Что касается Португалии Я не думаю, что нам сейчас нужно анализировать португальский опыт Но, видимо, тоже ничего хорошего Конечно, алкоголь есть намного более дешевый в рамках потребительской возможности Нежели чем Латвия Ну, естественно Вопрос, почему Латвия многократно была в лидерах потребления алкоголя на душу населения Это вопрос другой совершенно То есть, мы Португалия опередили Мы не вылезаем из пятерки самых пьющих стран Ну, в общем-то, здесь масса вещей, которые стоит об этом подумать Скажем, вот Литва в прошлом году была на первом месте в мире по потреблению алкоголя Они вырвались Хотя большая часть Эти места делила Латвия Молдавия Ирландия Россия Вот приблизительно конкуренция шла в этих странах Вот кто-то может возразить и сказать, что Вы знаете, ну, те, кто хотят выпить Они, так сказать, выпьют Понизится акциз Повысится акциз Не изменится акциз Что-то можно ответить В общем-то, в большей степени так Но Можно привести пример Скандинавии Где, скажем, Норвегия Была тоже в пятерке самых пьющих стран Достаточно долгое время Но после принятия целого ряда законов Они свалились на двадцатые места Какие законы были приняты? Во-первых, алкоголь был убран Из свободного доступа То есть в супермаркетах его не продают Магазины вынесены То есть они, конечно, в свободном доступе Они продаются, просто они продаются на каждом углу Магазины вынесены Почти на За черту города Или около того То есть они не продаются в центре Этих магазинов не так много И это дало Очень интересный эффект За счет чего? То есть люди, чтобы купить Алкоголь, скажем, на день рождения Они должны куда-то ехать Они видят тех людей Которые тоже там стоят И покупают алкоголь И зачастую Скажем То, что происходит в этих магазинах Ну Людей определенным образом Настораживает То, кто покупает Хочу ли, скажем, я быть похожим на того человека Который вот стоит со мной рядом в очереди Воспитательные эффекты Да, то есть, конечно, там есть люди Которые уже достаточно сильно понизились В социальном и интеллектуальном аспекте И это сильно бросается в глаза Но, что самое важное Человек, который идет, скажем, вечером за молоком За хлебом в магазин У него нет возможности купить просто Проходя мимо бутылку пива Просто потому, что, вот, скажем Рука потянулась Да, и это... Огромный эффект для снижения потребительской активности Совершенно однозначно Вот Как вам кажется С другой стороны Вот если поговорить с политиками Я тоже с ними говорил Я говорю, ну вот как Что Неужели как бы не стыдно даже стране Что мы конкурируем Как кто-то очень хорошо заметил Не какими-то своими ИТ-технологиями Да, какими-то, не знаю Привлечением инвесторов Развитием бизнеса, экономики А просто, вот, играя на вот этих ценах На алкоголь, акциз Да, вот этим мы конкурируем Со своими соседями, да Но они сказали, что да Это все понятно Но мы должны думать Те же учителя, медики Все требуют повышения заработной платы Деньги мы из тумбочек не берем У нас нет сейчас другого варианта По причине отсутствия того же Простите за банальность Тех же нефти и газа, углеводородов Ну, приходится вот таким вот образом Да, быстро, да, примитивно Но других вариантов нет Вопрос, как это скажется на живых людях И с моей точки зрения Нужна программа, наоборот Выхода из алкоголизации В противном случае Генетически Латвия Имеет возможность потирать Намного больше, нежели чем Скажем, вопросы Несколько десятков, миллионов О которых сейчас идет речь В моем представлении Люди Вообще, это даже не мое представление Это представление О всемирной организации здоровья Алкоголь является наркотическим средством То есть, в середине 60-х Был поставлен вердикт То есть, огончательный Что алкоголь является Наркотическим средством Конечно, люди задают вопрос А почему, если это так То он продается в магазинах Это очень серьезный вопрос Который нужно адресовывать Власть имущим По-настоящему, с моей точки зрения Алкоголь не является пищевым продуктом То есть, он не должен вообще Употребляться В пищу Или в рамках каких-то увеселительных Вообще Вообще То есть, это не пищевой продукт И в рамках его химических свойств В рамках его свойств воздействия на нервную систему И так далее То есть, это совершенно однозначно И если говорить по-серьезному Разбирая все эти нюансы То да Скорее всего Человечество к этому придет Но, наверное, на это нужно Достаточно большое количество времени Скажем, опиум тоже раньше продавался Свободно До тех пор, пока не стало понятно Что это крайне вредит Человечеству как таковому И после чего Были принят целый ряд законов В догонку этой же идеи Я могу сказать Вот В начале 20 века Врачи писали, что Курение это полезно Было такое мнение? Такое было То есть, были такие заказные статьи Они активно Печатались Сегодня, конечно Если любому врачу сказать о том Что курение это полезно Он посмеется И скажет Ну Мы придерживаемся Другому мнению Классическая медицина Так не считает Вот Я думаю По отношению к алкоголю Будет то же самое Но только нужно время Борис Фольков Если я в последнее время Что-то не заметил Раньше Правоохранительные органы Анализируя статистику Обязательно подчеркивали Сколько преступлений Было совершено В состоянии Алкогольного Опьянения Ну и наркотического Вот я так понимаю Что этот аспект Очень важный Поскольку К сожалению Вот эти Преступные деяния Происходят Под В состоянии Алкогольного Опьянения Так мягко говоря И по прежнему По сей день Статистика колеблется Там порядка 75% То есть в рамках Тяжелых нанесений Телесных повреждений То есть фактически Вполне возможно Что будучи трезвым Человек бы такое Преступление совершил Да Я рассмотрю эту ситуацию Наверное В изначальном варианте Я часто вот говорю так Вот скажем Какой-нибудь пациент Лежит на операционном столе Его вводят В Наркоз Да То есть в состояние Анестезиологического Сна Обезболивания И Бывают Реакции Они известны То есть когда Наркоз на человека Действует как Возбудитель А Какой Он впадает В такое Аффективное состояние Могут быть Неконтролируемые Движения руками Ногами И естественно Если вдруг В этот момент Пациент Кого-то Или что-то Сделал Что кого-то Повредил То есть нанес Какую-то травму То в общем-то За это Должен отвечать Либо Анестезиолог Либо Сам хирург Ну вот Так как он Отвечает за Процесс операции Да То есть о чем я хочу сказать Что Человек Неадекватен И он за свои действия Не отвечает Теперь С точки зрения Алкоголя Кто несет Ответственность За то Что он Вообще Продается В магазине Наверное Государство Потому что Государство Имеет На себе Ответственность Контролирующего Органа Который говорит О том Что вот это Вы можете Употреблять А вот это Вы не можете Употреблять И в рамках Наркотиков Мы это Совершенно четко Понимаем И принимаем Да Теперь мы берем Вопрос С алкоголем Все знают Что алкоголь Это не витамины Все знают Что определенное Воздействие Алкоголь На центральную Нервную систему Оказывают Более того Выше 0,5 промиллей За рулем Находиться нельзя Есть Законодательное Ограничение Есть законодательное Ограничение И оно вроде бы Тоже как понятно Но тогда у меня Опять же возникает вопрос А почему Только за рулем То есть Почему То есть Скажем Если человек Не за рулем И находится В состоянии Опьянения Он ведь точно так же Может нанести Какие-то Повреждения Как себе Так окружающим И наносит И наносит Верно И по По статистике Количество Людей Которые Отбывают Сроки За Тяжкие Телесные Повреждения Что мы Знаем Что это Выше 50% И Кто за это Должен Нести Ответ Человек Не знает Дозу С которой Его Несет У нас Нету Системы Института Который Мог бы Сказать Что Вот вам Эта доза Вредна Скажем А вот Это Не Вредна А почему Его нет Кстати говоря Тоже Потому что Реакция Нервной Системы На тот же Самый Алкоголь Который Выпьет В другом Состоянии Человек Он будет Иметь Другую Реакцию То есть Его Не может Быть По совокупности Самих Факторов И В то же Самое Время Государство Играет В игру Что Вы Сами Должны Контролировать Этот Процесс Но Честно Ли Это Говорить О том Что Людям Да Употрение Алкоголя Это Ваш Выбор Что Да Мы Соглашаемся Его Продавать Пожалуйста Пейте Но Если Вы Что-то Совершили В рамках Неадекватности То Вы Будете По всей Строгости Закон Это Даже Считается Отягчающим Отягчающим И вот У меня Взникает Вопрос Насколько Это Честно По отношению К тем Людям Где В рамках Общества Считается Что Трение Алкоголя Это Является Нормой То Где Его Везде Скажем Выспевают На днях Рождения Женился Развелся Устроился На работу То В принципе Его Легализация С точки Зрения Сознания Социума Оно Совершенно Неоспоримо А в то же Самое Время Законодательные Последствия Несет Конкретно Человек И государство Говорит А это Не наша Проблема Это Ваши Личные Выборы Это Ваши Личные Наша Задача Сделать Алкоголь Дешевле И дешевле Доступнее Доступнее Если продолжать Эту Циничную Звучку Я конечно Ставлю Вопрос А чем Алкоголь Отличается От Каких-то Психотропных Запрещенных Препаратов То есть По своим Воздействиям На центральную Нервную Систему Они во многом Идентичны То есть На Вопрос Возвращивки Знаете Когда человек Приходит И говорит о том Что Ну там Немножко героина Это не страшно То Нормальному Человеку Это кажется Ну Каким-то Бредом То есть Знаете Это вот Как в старом Советском Анекдоте Сколько У вас Стоит Капля Водки Нисколько Накапайте Мне Стаканчик То есть Здесь Не вопрос Доз А здесь Вопрос Отношения К Самому Процессу Либо Мы говорим О том Что да Это не страшно И это нормально И тогда Мы будем Иметь Все Аспекты Отечающих Последствий Употребления Алкоголя Или Мы должны Взять На себя Ответственность И честно Сказать Что алкоголь Это психотропный Препарат Что давным Давно Всемирная Инженция Здоровья Это констатировала И что Давайте Мы будем Честны Перед собой Это Определенное Заблуждение Которое Нам досталось Ну В большей части Конечно В рамках Идеи Испаивания С моделей Советского Управления Потому что До советский Период Если мы берем Латвию То Латвия Почти не Пила То есть Потребление Алкоголя Было где-то Порядка 200 граммов На душу Населения Если Радиослушателям Интересно То сейчас Эта цифра Колеблется Там 15 16 литров На душу Населения В год В год Да От 16 до 70 лет То есть В принципе Мы давным Давно Перешли Понятие Нормы С точки зрения Опасности Алкоголя Для Человек Успеем принять Все таки Звонки По двум линиям Добрый день Слушаем вас Пожалуйста Да Добрый день Смотрите Только не держите Трубку Пожалуйста А что если Существует Такая экономическая Легальная схема По которой Крепкий алкоголь Из Германии Заходит к нам Легально продается Не попадая На полки Наших магазинов И уходит Скандинавию Если вы Пригласите Какого-нибудь Крупного Автовика И он захочет Про эту схему Поговорить То мы Получим Что Во-первых Мы получаем Здесь налоги Легальный бизнес Единственное Что мы Себя портим Статистику При таком Количестве Оттока Населения И такой Статистике Потребления Алкоголя Его попросту Здесь Некому Пить И вот Если Это Окажется Правда То все Остальные Разговоры На эту тему Они Они просто Бессмысленны Откуда Происходят Эти разговоры Оттуда Что просто Идут Лобби Несколько Алкогольных Компаний И борьба За акциз Это вообще Не латышская Тема Это тема Этих Алкогольных Лобби И вот Этот человек Он топит За определенную Группировку Те которые Хотят повышения Они определенные Это просто Ихние разборки Нас это Совершенно Не касается И у нас Все в порядке С потреблением Алкоголя Спасибо Ну С таким же Я скажу так Конечно Ну если мы Скажем берем Какой-то исторический Процесс Возрастающей Активности Потребления Алкоголя То конечно Это был Советский Союз Тогда сложно Было сказать Что было Какое-то Лобби Вообще И Латвия С середины Восьмидесятых Была неоднократно Лидером По потреблению Так что мы Ну вряд ли Здесь Можем Высказывать Какое-то Недоверие Статистике В отношении Сегодняшнего дня И форум Торговли Такой открытый Я Возможно Это так Я не знаю Мне сложно Здесь судить Я вспоминаю Когда эстонцев Стали обвинять Что они очень много пьют Они говорили Это не мы Это финны Приехали У нас купили И все выпили Но вот Наш радиослушатель Очень правильно сказал Что Реальное количество Людей Заявлено Службой Контролирующей Миграцию То есть Количество Населения В Латвии И Фактически Оно отличается Мы многократно Это слышали Насколько отличается Сложно сказать Помню Профессор Латвийского университета Здесь у вас В студии Там говорил Еще в 11 Или 12 Году Что по его мнениям В Латвии Не 2 миллиона человек А 1 миллион 600 тысяч Сейчас видим Еще меньше За это время Огромное количество Людей уехало То есть В рамках Опять же Официальной статистики У нас там Чуть меньше 2 миллионов Дело не в этом Мы конечно Можем сказать Что скорее всего Официальная статистика Потребление алкоголя Существенно выше Потому что На 25 процентов Людей Может быть меньше В Латвии Чем в рамках Официальных цифр Я не знаю Это предположение А вот те пациенты Которые приходят к вам Так чтобы радиослушатели Понимали Вы же занимаетесь Как раз Лечением Жертв Вот этого недуга Вот Они молодеют Я понимаю Что вы может быть Непровой социологический Опрос по стране Но вообще Я не могу сказать Что они молодеют Нет Скорее всего Нет Идея вообще В чем Дело в том Что для того Чтобы человек Пришел лечиться Для этого Должно пройти Очень Очень сложный Внутренний процесс Во-первых Нужно признать Для себя Что что-то Со мной Происходит не так То есть Для этого Должно быть Иное количество Эффектов Которые заставят Человек задуматься Во-вторых Нужно бороться С идеей А как же Это я дальше Не буду пить То есть Для многих Вообще Сама идея Повырегает Человек в шок И я неоднократно Слышу А вы можете Сделать так Чтобы я не пил Так много А скажем Чтобы пил Там Пару рюмок Да Ну И это конечно Утопия Потому что Если у человека Есть состояние Зависимости То здесь уже Нужно понимать Что альтернатив нет И нужно лечить И конечно Вопрос возраста Он тоже здесь Имеет значение Потому что Когда я скажем Человеку 20 лет Ему У него есть шанс Скажем Заболеть алкоголизмом Но чаще всего Мозг еще держит То есть Есть определенные Аспекты Которые Влияют На развитие Хотя генетические Факторы Они конечно Способствуют Несколько десятков Факторов Которые способствуют Развитию Алкоголизму Но все-таки Биологический Аспект Он является За Поэтому Вот совсем Молодых Они бывают Редко Это правда Именно по причине Того Что Биологический Человек способен На количество Времени Защищаться От алкоголя В рамках Мозговой Скажем Активности Защитных функций А там уже Частный случай Это так Ну вот такой Последний вопрос Естественно Эта тема Такая многогранная Можно не один час Ее обсуждать Но время Так вот стремительно Подходит к концу Марихуана Время от времени Вспыхивает дискуссия О легализации Марихуана Латвии Даже там На определенном Портале Собирается Подписи Передается В СИИМ Легализовать Не легализовать Что легализовать Буквально В нескольких словах Я могу Сказать так Во-первых Воздействие Марихуаны На нашу Психику На нашу Центральную Нервную систему Намного Мягче Чем алкоголь Совершенно Однозначно Марихуана Не дает Таких эффектов От нее Нельзя Умереть В рамках Интоксикации Если нет Какой-то Патологии Или какой-то другой Который может привести То есть чаще всего Марихуана Это намного Более безопасная вещь Нежели чем алкоголь И это гарантировано Совершенно Однозначно Здесь опять же К законодателям Большой вопрос Почему от алкоголя От крови Можно умереть Продается в магазинах А скажем Марихуана Запрещена Но в рамках Меня как специалиста Я понимаю Что марихуана Скажем Она может являться Точно так же Медицинским продуктом У нее есть свои Очень позитивные свойства В рамках Лабораторных исследований Но есть наверное Какие-то негативные Но с точки зрения Воздействия на личность Она такой же наркотик То есть совершенно Однозначно Это наркотическое средство Которое будет менять Личность Структуру личности Менять человеческое Восприятие мира Восприятие самого себя Если мы берем Скажем На практике Человека Который Скажем 5 лет Не употребляет марихуану И того же человека Который 5 лет Употребляет марихуану То мы будем Уметь совершенно Другого человека Потому что Все аспекты Его реакции На стресс На какие-то формы Возбуждения То есть психика Будет совершенно По-другому реагировать Это однозначно Поэтому Говорит о том Что это совершенно Безобидное средство Это утопия Это утопия Я в рамках ее доступности Я конечно категорически против Потому что Я понимаю Что вопрос Не только в рамках Физиологической зависимости Чаще всего Которые говорят Что марихуана Не создает А вот в рамках Смены личности В рамках психологических Аспектов Это конечно Такое же Наркотическое Вещество Которое будет Менять человеческое Сознание Может быть Такой последний вопрос Возвращаясь к тому О чем мы говорили Ведь Среди Депутатов Есть люди С медицинским Образованием И Они есть В правительстве То есть Фактически Казалось бы Вот те люди Которые должны были Быть Антиалкогольным Лобби Я не в смысле В таком Что запрещать Не дай бог Я имею ввиду Которые должны были Первые встать И сказать Что ребята Все это хорошо Да Но снижение акциза Вот Это не то На крепкие напитки Кстати не понятно Почему только на крепкие Есть Но это уже Другой Да Вот Почему Они молчат Хороший вопрос За каждый человек Конкретно не скажешь Но Да Я Я не могу ответить На этот вопрос Я даже не могу придумать Почему Они так делают Но Скорее всего Если мы говорим Скажем О врачах И если мы говорим О тех врачах Которые Понимают Что такое алкоголь Скажем В отношении наркологов Которые сами Употребляют алкоголь При всем своем понимании То есть Ну В общем то Скорее всего Вопрос может касаться Именно этого То есть На людей Воздействует Социальная модель Что алкоголь Это нормально И с этой социальной моделью И отдельных специалистов Да Совершенно верно И с этой социальной моделью Человеку очень сложно Самому справиться То есть Если я понимаю Что алкоголь Это так плохо И прихожу домой Скажем И сажусь за стол А у меня день рождения И я понимаю Что я могу находиться Уже в состоянии алкоголизации Мне самому себе Нужно сказать Я уже или еще По отношению к алкоголю То есть Тут масса вопросов И в большей части Еще раз хочу сказать Что это доминирование Социальной системы Где нас убедили Что употребление алкоголя Это Это наша нормальная форма жизни Хотя По-настоящему Это совершенно не так Борис Фольков У нас был в студии Большое спасибо Понятно Что тема Требует продолжения Чем мы и займемся Я думаю Еще будем вас приглашать Большое спасибо Спасибо До свидания